Добрый вечер! Вы это замечаете, если заметите, и в конце, ну, ближе к концу лекции я спрошу, где же были такие моменты, и в любом случае, если даже не заметите, мы их разберем. Что ж, начнем, соответственно, с определения, что такое мультиферайки. Мультиферайки – это материалы, обладающие одновременно как фермагнитными, так и сигнетоэлектрическими свойствами. Что все это значит? Чтобы разобраться, что это все значит, нужно вспомнить или кому-то узнать, что такое фермагнитные и сигнетоэлектрические свойства. Начнем вначале с фермагнитных свойств. С магнитной точки зрения материал можно себе представить как совокупность магнитных моментов. И для большей наглядности возьмем некий фермагнитик, поместим его в магнитное поле. И вначале в этом магнитном поле, пусть оно вначале будет нулевая, его не выйдет, но магничность будет нулевая. То есть все магнитные моменты, из которых состоит фермагнитик, они совершенно разориентированы в различных направлениях. И какого-то общего магнитного момента у материала нет. Это совершенно нормально, совсем так. Когда мы начнем прикладывать магнитное поле, часть магнитных моментов начнет ориентироваться вдоль него. Это тоже совершенно нормально, любое вещество какое не возьмете. Если вы поместите его в магнитное поле, в нем как-то магнитные моменты десориентируются. Итак, мы продолжаем повышать магнитное поле, в котором находится наш фермагнитик, и в какой-то момент выходим на насыщение. То есть все магнитные моменты сориентировались вдоль нашего магнитного поля, и в целом вот эта магничность, некий общий суммарный магнитный момент, он уже не растет никуда. Поэтому мы начинаем ввести наше магнитное поле к нулю, и когда оно исчезает у нас, у нас общий магнитный момент, это намагниченность материала, она сохраняется. И это очень важно. То есть для всех других материалов за счет тепловых колебаний все магнитные моменты, из которых вещество состоит, они разориентируются очень быстро, и никакой намагниченности не будет. Для фермагнетиков это не так, останется некая конечная, остаточная намагниченность. Если смотреть с бытовой точки зрения, это означает, что если мы понестим, а затем вытащим наш фермагнетик в магнитное поле, то мы получим своего рода некий постоянный магнит. И, соответственно, если мы магнитное поле будем направлять уже в обратную сторону, то нам придется приложить какую-то величину для того, чтобы сбить намагниченность фермагнетика в ноль. И потом история повторится, мы выйдем на насыщение, и так можно бесконечно потом ходить по этой петле. Сигнетоэлектрическими свойствами. Ситуация совершенно точно такая же, только вместо магнитного поля у нас будет уже электрическое поле, и вместо намагниченности будет электрическая поляризация. То есть мы помещаем сигнетоэлектрик в электрическое поле, он там как-то поляризуется, мы его вытаскиваем, некая остаточная поляризация у него осталась. И для понимания того, что из себя представляют мультиферойки, нужно еще знать, что у нас каждый фермагнетик, он обладает магнитострикцией, а каждый сигнетоэлектрик обладает пьезоэлектрическим эффектом. Вот по пьезоэлектрическому эффекту, наверное, проще будет объяснить, он ближе ко всем нам. Он заключается в том, что если мы помещаем пьезоэлектрик в электрическое поле, то он меняет свои линейные размеры. И наоборот, если мы как-то изменим линейные размеры пьезоэлектрика, на обкладках конденсатора, между которых будет помещен пьезоэлектрик, появится разность потенциалов. Ну, простейший пример, где это можно видеть во многих зуммерах на телефонах. Вот то, что у нас дает вибросигнал, это пьезоэлектрик. Там быстро меняется электрическое поле туда-сюда, и пьезоэлектрик фактически вибрирует. Совершенно то же самое с магнитострикцией, только в этот раз мы фермагнетик помещаем в какое-то магнитное поле, у него меняются линейные размеры. И опять-таки, если мы надавим на фермагнетик, за счет магнитострикции у него появится какая-то намагниченность. Теперь, когда мы разобрались примерно, что такое фермагнетик и сигнетоэлектрик, можно посмотреть, что же они дают в совокупности. Что же такое мультифероэк, у которого есть фермагнитные и сигнетоэлектрические свойства. Это очень хорошо видно из формулы. На самом деле, фермагнитная часть. То есть, представим наш мультифероэк как комбинацию фермагнетика среди сигнетоэлектрика. Комбинация фермагнетика с сигнетоэлектриком. Фермагнетик у нас дает такую составляющую, магнитные свойства, потому что он намагничивается, у него остается остаточная намагниченность, плюс за счет магнитострикции у него есть механические свойства, то есть он может менять свои линейные размеры. И есть сигнетоэлектрическая составляющая, которая нам дает механические свойства и электрические свойства. Отсюда из такого произведения свойств видно, что у нас появляется фактически взаимосвязь между магнитными и электрическими свойствами через механические свойства в мультифероэках. И за счет этого как раз-таки рождается такой эффект, как магнитоэлектрический эффект. Что же это такое? Магнитоэлектрический эффект это возникновение намагниченности в материале под воздействием не магнитного, а электрического поля. И наоборот, возникновение электрической поляризации под воздействием не электрического поля, а уже магнитного. Ну, чтобы было еще понятней Рассмотрим обычную ситуацию Да, много формул, скоро кончится Надо потерпеть немножко В обычной ситуации Ну, повторюсь, если мы помещаем некий материал в электрическое поле В него возникнет электрическая поляризация Если мы поместим материал в магнитное поле, он как-то намагнитится Если у нас есть мультиферрек И мы его помещаем в магнитное поле Помимо того, что у него появилась магничность У него появилась еще и электрическая поляризация Чего без магнитоэлектрического эффекта никогда не будет И наоборот, если поместили в электрическое поле Появилась не только электрическая поляризация, но еще и намагниченность За счет данного эффекта Можно использовать мультиферрорики В достаточно обширном круге устройств Например, в сенсорах магнитного поля Немкасных электромагнитах Элементах магнитной памяти И свечи-фильтрах Ну, давайте последовательно рассмотрим Как это происходит Начнем с самого простого С сенсоров магнитного поля Механизм работы очень простой Мы берем наш мультиферрорик Помещаем его в исследуемое магнитное поле Ферромагнитное составляющее За счет своей магнитострикции Так, сейчас, подождите Точнее, ферромагнитное составляющее Чувствует это магнитное поле Так как там есть магнитострикция Которая заставляет менять линейные размеры Ферромагнитной составляющей То Так как ферромагнитная фаза находится в сигнетоэлектрической То получается так, что линейные размеры Она, в общем-то, не меняет Но создает механические напряжения Потому что пытается как-то расшириться или ужаться И это механическое напряжение Чувствует уже сигнетоэлектрическая фаза За счет пьезоэффекта Она чувствует, что ее сдавливает И фактически на концах мультифероика Появляется разность потенциалов Если у нас есть разность потенциалов Все у нас есть электрический сигнал Мы его тут же можем легко детектировать Все отлично Мы фактически померили магнитное поле Это успех Это все прекрасно С другой стороны возникает вопрос Надо ли так заморачиваться, когда вот у нас есть сейчас и так достаточно много различных датчиков магнитного поля Начиная от менее чувствительных датчиков холла Потом идут магниторезистивные датчики, феррозонды и сквиды Надо ли так заморачиваться и зачем, казалось бы Для этого посмотрим, как работают все эти перечисленные датчики И в частности сквиды Потому что на самом деле С помощью мультифероиков Именно можно создать такие сенсоры, которые отлично могут заменить сквиды В чем недостаток сквидов, я тоже объясню, когда мы до них дойдем Итак, начнем с датчика холла Тут все очень просто, все прозрачно Мы, допустим, берем какую-то пластину, по которой протекает ток Помещаем ее в магнитное поле И так как по этой пластине движутся заряженные частицы То эти заряженные частицы, они генерируют электромагнитное поле Это электромагнитное поле взаимодействует с нашим исследуемым магнитным полем И так как наше исследуемое магнитное поле никак уже не изменится А вот сами частицы, они маленькие, они это чувствуют И это магнитное поле, оно их сбивает перпендикулярно тому направлению, которому раньше текли электрические заряды То есть здесь на торцах, например, собираются положительные заряды На другом торце собираются отрицательные заряды Опять у нас есть разность потенциалов Опять у нас есть электрический сигнал, который мы легко замеряем Все, у нас есть датчик, с помощью которого мы можем измерять магнитное поле В целом сами датчики холла используются в машиностроении Часто для отслеживания положения различных деталей Велосипедные датчики, в принципе, тоже на эффекте холла работают Дальше идем по чувствительности Это магниторезистивные Тут, чтобы было понятнее И чтобы уйти от эффекта холла Потому что она здесь мешает Мы будем рассматривать, как будто у нас пластина бесконечная Мы опять бесконечная пластина, по которой протекает ток Помещаем в магнитное поле И опять-таки за счет взаимодействия движущихся зарядов и магнитного поля Происходит так, что траектория заряженных частиц, она меняется Если раньше она была прямая и текла от электрода к электроду То сейчас она искривляется за счет этой силы И получается, что электронные заряды проходят больший путь За то же время Да, больший путь Чем если бы магнитного поля не было То есть фактически это равносильно, что у нас поменялось сопротивление Этой пластины Ну тут понятно, что если в реальности смотреть У нас же не будет бесконечной пластины Чтобы так вот что-то измерять Потому что если у нас будет Конечная пластина У нас будет эффект холла И у нас вот эти искривляемые заряды Они просто скопятся на торцах Это же нехорошо И поэтому тут применяют такую методику Что методику, когда ток у нас течет радиально Это позволяет избавиться от эффекта холла И спокойно уже мерить на магниторезистивном эффекте Который более чувствительный И в целом сферы применения еще у них разные Магниторезистивные датчики Они больше используются в навигационных целях Потому что у нас всегда есть магнитное поле Земли И мы можем с помощью них очень хорошо измерять азимут Теперь рассмотрим феррозонды Они используются многогде В аэропортах Для того, чтобы отслеживать металлические предметы Был чудесный случай, когда с помощью них Искали даже атомную бомбу, которую потеряли где-то в Тихом океане Так и не нашли, правда, но суть не меняется Так вот, сами феррозонды Они состоят из магнитного сердечника и двух катушек Одна сигналь, с которой мы будем снимать Соответственно сигналы И в другой течет ток Этот ток за счет электромагнитной индукции Он индуцирует здесь Также в сигнале на катушке ток Но если у нас есть внешнее магнитное поле То закон, по которому здесь генерируется сток Он меняется И мы можем это детоксировать И теперь переходим к свиткам Они используются преимущественно для лабораторных исследований Для исследований всяких фундаментальных величин Как они работают Достаточно сложно, наверное, так просто описать Но попробуем Как минимум И потом расскажу Почему плохо использовать лучше мультиферейки У нас есть такое сверхпроводящее кольцо В этом кольце есть два таких обрыва В которых находится диэлектрик Ну, казалось бы, сверхпроводник Если в нем есть какой-то разрыв Заполненный диэлектриком Там должно быть сопротивление На самом деле этого нет Потому что электроны могут спокойно туннелировать Если слой достаточно тонкий И тут еще для понимания работы Надо понимать, что электроны Это у нас не только частица, но еще и волна И когда у нас есть подобная конструкция Электрон протекает через нее В качестве двух волн Он проходит И здесь, и здесь Если у нас есть внешнее магнитное поле То в сверхпроводнике возникают циркулирующие токи Допустим, здесь они, получается, суммируются с тем, что протекает здесь А здесь они, наоборот, отнимаются У сверхпроводника есть такое свойство Что во внешнем поле У него появляются циркулирующие токи Которые компенсируют это внешнее поле Чтобы внутри сверхпроводника магнитного поля не было Так вот Так как здесь протекает ток И происходит изменение здесь и здесь Во внешнем магнитном поле То на выходе мы это тоже замечаем Другое дело, чем они плохи Они просто очень дорогие Потому что высокотемпературных сверхпроводников Которые работали бы при комнате Их нет И чтобы сквит работал Нужны, соответственно, жидкий гелий Жидкий азот Это все очень дорого И нехорошо Если у нас будет мультифероик То предположительно Ну, даже и не предположительно Потому что пробные образцы есть По чувствительности Они вполне могут заменить сквиты Датчики магнитного поля На мультифероик Так, дальше Можно рассмотреть переключаемые постоянные магниты Фактически это одна из версий Первых электронных чернил Когда состоящая И следующая система У нас есть молекулы жидкого кристалла Есть наночатички никеля Прозрачный электрод И мы можем за счет этого электрода И за счет магнитоэлектрического эффекта Играть положением жидких кристаллов То есть, когда их видно Когда не видно Ну, все, наверное, замечали Что если смотреть электронные книжки Они слегка сероваты Это потому что там ориентация вот этих молекул Которые потом почернеют При другой ориентации Они как бы торцами на нас смотрят Поэтому мы их не видим Но серенький что-то такое Серенький оттенок они дают Так вот Магнитоэлектрический эффект Здесь как помогает Мы опять-таки прикладываем только электрическое поле У нас ориентация магнитных частиц Она меняется Мы начинаем видеть Молекулы жидкого кристалла Которые тоже поворачиваются Вместе с наночистичками Ну, в данном случае никеля Вот Ну, от этого на самом деле уже ушли Немножко Потому что быстродействие страдало Не очень все это быстро происходит Но, в принципе, все равно очень полезно И теперь можно рассмотреть Как это еще поможет в жестких дисках У жестких дисков есть такая проблема Что Чтобы увеличивать у них плотность Мы Область, куда записывается один бит информации Должны делать все меньше и меньше Если мы Сделаем их меньше По размерам, чем Некоторый предел Они не смогут сохранять свое Какое-то устойчивое положение Они будут скакать Из нуля в единичку И так до бесконечности Это можно обойти Взяв другой материал Более магнитный Магниты жесткие Но Чтобы вот его перемагнитить Перезаписать Из нуля в единицу Или обратно Нужно, соответственно, и магнитное поле побольше Сейчас В виде считающей записывающей Головки используется Просто миниатюрная катушка Это не очень хорошо Потому Если мы в катушке Попытаемся так просто Увеличить ток Чтобы магнитное поле У нас было побольше У нас там Во-первых, тепловые потери возникнут Во-вторых, вихревые токи Мы будем терять энергию Плюс Сама головка Она будет выходить В строй быстрее Другое дело Если сделать Головку на мультифероек Что мы делаем? Мы Помещаем мультифероек Между обкладками конденсатора В какой-то момент Когда нам нужно Переписать Бит информации Мы подаем напряжение И мультифероек Генерирует нам Магнитное поле Магнитное поле Идет по магнито-воду Условному И спокойно переписывает И этого магнитного поля Хватает, чтобы переписать Вот этот бит информации Даже если он записан На магнито-жесткой области Дальше Как это можно использовать В СВЧ-фильтрах Если мы возьмем Наш мультифероек Поместим его в магнитное поле То можно добиться Такого состояния Когда Когда у него Частота Он будет Настроен почти так Чтобы Он мог поглощать СВЧ-излучение Да, мультифероек У нас уже в магнитном поле Которая его Почти настроила И плюс еще между Обкладками конденсатора Когда мы подаем Нужное нам Электрическое напряжение У нас Мультифероек За счет Магнита Электрического эффекта Своей индуцированной Намагниченностью Догоняется Фактически До этого состояния Когда может поглощать СВЧ-излучение И успешно его поглощает Когда не надо Соответственно Мы убираем Наше электрическое напряжение И все СВЧ-излучение проходит Так Ага Ну вот Пришло Примерно время Спросить у вас Что у нас Много фероиков Фероики Это Такой типу Предначения Когда фактически Мы что-то прикладываем У нас меняется Некое состояние Потом мы Это внешнее воздействие Убираем А состояние У нас Частично Досохранилось Вот это Примерно И означает И на самом деле В широком определении Мультифероики Они Называются Материалы В которых Существует Одновременно Два или более Ферового предначения И это не только Феромагнитное И сигнета электрическая В англоязычной Литературе Это Ферэлектрик Так что Все равно Мультифероик А также Еще добавляется И сигнета электрическая И Второй момент Когда я Объяснял Про Магнитоэлектрический Эффект Как он работает Через Механические Напряжения В материале На самом деле Это все верно Только для Двухофазных Мультифероиков То есть Ситуация какая Есть Природные Гомогенные Мультифероики У которых Просто есть Фермагнитные Сигнетыэлектрические Свойства Там нет Какого-то Разделения Фаз А есть Искусственные Синтезированные Людьми Композитные Мультифероики Это когда мы Взяли там Фермагнетик Сигнеты Электрик Раз Слепили из них И Ну в грубом случае Получили Мультифероик Если нам повезло Скорее Все не повезет Но Вот Как бы у нас есть Природные Мультифероики Опять-таки Зачем Трудиться Зачем Искать Может накопать Где-то И все будет Хорошо Ну тут Проблема такая Что Во-первых Считалось Что их очень мало Это достаточно Смешная история Получилось Вот в 2000 В 2000 Году Выходит Статья Почему в природе Так мало Мультифероиков В то же время В то же время 11 лет спустя Выходит Другая статья Почему в природе Так много Мультифероиков Ну тут На самом деле Они рассматривали Разные материалы На самом деле Мультифероиков Ну можно сказать Что много Хорошо Но проблема В другом У них величина Магнитоэлектрического Эффекта Она очень Маленькая Либо она Может наблюдаться При Опять таки Очень низких Температурах Там ниже азот Ниже геля Это Вот как Со скидами То есть На практике Их Вообще нереально Применить Либо только В лабораторных условиях Но это тоже В лабораторных условиях Особо уже Никому не надо Вот И Еще кратенько О том Как можно в Казани Получить мультифероики Можно прийти Есть установка По Ионной имплантации Илутри называется Суть ее работы Такая Что Например Мы можем взять Какую-то Сигнетоэлектрическую матрицу И Разогнав Ионы ферромагнетика Например Кобальт Железо Или никель И Просто Набивать Сигнетоэлектрик Эти ионы Они потом Соберутся Наночтицами И Получится Мультифероик И другой Тоже ионный способ Ион Стимулированное Осаждение Когда мы Например Берем Какую-то таблетку Сигнетоэлектрика Сверху Кладем на нее Навески Ферромагнетика И все это вместе Распыляем Ускоренными ионами То есть Ион у нас падает Разрывает Ионные связи И у нас Вот Все что Вот здесь лежало Испаряется Фактически На Некоторую подложку И там растет пленка Так тоже можно Все Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ